Морфлинг. Природная вода, вершина развития, может заставить свое жидкое тело хлынуть на противника в виде массивной волны, перемещая себя и раняя врагов. По желанию, он может изменить состав тела, меняя силу на ловкость и наоборот. Способен к управлению своей энергией либо для повреждений, либо для выведения из строя противников, что зависит от доминирующего атрибута. Наиболее сильная его способность создает клона выбранной цели, вынуждая ее оказаться перед своим собственным отражением. Какие у него классные способности! Всем здарова, друзья! Сегодняшний гайд у нас будет посвящаться Морфлингу. Как вы знаете, Морфлинг у нас персонаж, который может перекачиваться, это очень круто, но, к сожалению, у него тут есть небольшие нюансы, о которых я вам сегодня поведаю. Готовы? Поехали! Что ж, друзья, первая способность на нашем персонаже, это такая способность, которая позволяет нашему персонажу быть более мобильным, плюс при этом наносить какой-то определенный урон и иметь возможность что-то закайтить. Ну, закайте, в частности, какой-нибудь, допустим, стан или какую-нибудь тычку, и, в принципе, вот такая вот у нас тема. Но есть тут некоторые плюшки, которые нужно нам знать на данном персонаже. Ребят, во-первых, в зависимости от уровня прокачки у нас будет разный урон вот этой волны. Давайте я, наверное, сначала покажу, что у нас происходит вообще. На расстоянии 1000 у нас морфлинг может вот так вот перемещаться, и максимальное значение рейнджа будет у нас 1200, то есть на 1200 мы можем кого-то продамажить на 1200 рейнджа, потому что у нас вот эта волна имеет АОЕшку. АОЕшка равная 200, то есть когда мы вот так вот пролетаем вокруг нас, вот это, то есть мы являемся целью определенной, и в АОЕшке 200 мы будем наносить весь вот этот урон, то есть, соответственно, не обязательно этой волной прям лететь на персонажа, можно зацепить, допустим, краешком, ну, если вот, ну, как бы, получается, как получится, так получится, получается, да? Вот, и сможем как-то так продамажить. Плюс, когда мы находимся в этой вейв форм, мы находимся неуязвимы, что, соответственно, позволяет нам заивейдить, опять-таки, я уже повторяюсь, и, соответственно, в зависимости от уровня прокачки будет наноситься урон. Давайте разберем. 100 на первом, на втором 175, на третьем 250, на четвертом 325 дэмэджа будет наноситься. Клдаун у нас будет 11 секунд, на монокост у нас будет разный. 140, 165, 160 и 165 маны на ласт левеле. Очень большой монокост, но, в принципе, спелл оправданный. В общем, смотрите, в чем особенности данной способности. У меня не просто так тут муншарды, потому что муншарды позволят вам полностью показать и раскрыть фишку основную, какая есть у нас в вейв форме. Во время вейв форма мы можем юзать абсолютно все. Какие-то предметы, допустим, способности, также мы можем пробить с руки. То есть, допустим, смотрите, вот, тут тема такая, что нужно именно промикрить. То есть, допустим, когда мы летим в вейв форме, мы можем нажать правой кнопкой мыши, чтобы наш персонаж атаковал, и это заметно. Смотрите по дэмэджу. То есть, я пролетаю, и видели дэмэдж, тык-тык-тык, так. То есть, ну, я даже вставочку вставлю вот здесь вот, вы сами увидите все. То есть, это примерно работает так. Также можно совмещать первую способность, допустим, с какими-то другими способностями. То есть, допустим, пусть это будет Тетериал, пусть это будет Адаптив Страйк. О Адаптив Страйке мы поговорим чуть позже. И, соответственно, вот такая вот у нас первая способность. То есть, реально топовая. Ну, как бы, те, кто находятся в БКБ, соответственно, урона не получат. Ну, и, в принципе, это все по данной способности. Поехали на вторую. Итак, друзья, следующая способность, о которой мы будем с вами разговаривать, это перекачка морфа. Потому что не вижу смысла разговаривать о втором спейле, будучи не зная перекачки вообще, в принципе, что это у нас делает, и как оно, в принципе, работает. Ребят, что нужно знать о перекачке? Перекачка, во-первых, позволяет нам, то есть, морфу, перекачать силу в ловкость и ловкость в силу. То есть, соответственно, мы можем играться этими двумя атрибутами, как нам удобно. То есть, допустим, если мы можем, ну, если мы хотим больше хитпоинт, то, соответственно, мы перекачиваемся в силу. Если мы хотим больше демэджа, мы, по-моему, и перекачиваемся в ловкость. Но есть тут еще такие приколюхи. В зависимости от уровня прокачки у нас вот эта вся тема будет работать по-разному. То есть, соответственно, будет у нас другая скорость перекачки, другие монокосты и, соответственно, какие-то бонусы у нас тут еще есть. Давайте разберем. В зависимости от уровня прокачки у нас данная способность по прокачке именно будет давать бонус к силе и к ловкости постоянной. То есть и в родной атрибут, не в плюсик, а в родной атрибут будет у нас бонус добавляться. Давайте посмотрим. В зависимости от уровня, то есть на первом уровне у нас будет даваться 3 ловкости и 3 силы. Соответственно, ты прокачал на раз, у тебя просто дались 3 ловкости и 3 силы И у нас перекачка будет 2 поинта в секунду То есть 2 поинта силы и 2 поинта ловкости будут преобразовываться раз в секунду На втором левеле у нас будет даваться бонусом 4 силы и 4 ловкости И 4 поинта будем в секунду перекачивать То есть уже в 2 раза быстрее, чем на первом На третьем левеле 6 поинтов будет доступно для перекачки в секунду, и 5 сил и 5 ловкости нам дастся бонусом. На четвертом левеле 10 поинтов в секунду мы уже будем перекачивать. Смотрите, какая разница с третьего левела 6 поинтов и 10 почти в полтора раза. Это очень круто, и соответственно, смотрите, будет даваться нам 6 сил и 6 ловкости просто за прокачку данной способности. Обратите внимание сейчас на силу и на ловкость. То есть мы прокачиваем на раз, и у нас, смотрите, улучшилась сила и ловкость. Прокачиваем на еще раз, еще раз улучшается. И вот это именно о том бонусе я вам рассказывал именно. Вот это 3, 4, 5 и 6 сил и 6 ловкости будет добавлять. По монокостам у нас тоже такая же разная тема. В зависимости от уровня прокачки, допустим, перекачка у нас будет брать ману в секунду. В зависимости от уровня, опять-таки, на первом уровне будет брать 30 маны за секунду перекачки, на втором 15, на третьем 9,9 и на четвертом 6 единиц маны будет брать за секунду перекачки. Ну, не секунду, там, получается, там немного по-корявому работает. То есть тут даже немного тяжеловато будет объяснить, но вот именно на первом левеле реально вот просто 30 в секунду маны берет. Ну и на четвертом, по-моему, кстати, да, вот 0,6, типа, ну, типа 6, 6 маны должно и брать, в принципе. То есть, смотрите, допустим, я прокачал способность, у нас появляются 2 активки. Эти активки позволяют, ну, тут все понятно, ловкость вверх, сила вверх, все довольно-таки просто. Активируя что-то одно, у нас что-то, ну, вот это, вот это старт, то есть оно будет активировали здесь, здесь мы не можем активировать, то есть мы можем вот так вот просто, ну, можем отключить. Также, right-click, ребята, это желательно пользоваться этой способностью, потому что по-другому никак, left-click вы просто на разок перекачали и все. По 6 маны берется у нас, то есть, смотрите, и, соответственно, в секунду у нас реально мана просто улетает. Посмотрите, атрибуты поехали, поехали атрибуты, хотим много ловкости, нажимаем на зеленую, right-click и у нас персонаж начинает перекачиваться в ловкость. Нажимаем силу, чтобы перекачиваться, нажимаем перекачиваться в силу. Очень зависимый персонаж этот от маны будет, потому что реально перекачка будет брать очень много маны, в секунду будет реально жестко-жестко долбить, соответственно, по мане. И вот такая вот у нас тема. Так, касаемо, есть еще небольшие у нас тут нюансы, ребят. Все мы знаем, как морф у нас выглядит в стандарте. Морф в стандарте у нас выглядит примерно так, как сейчас, но немного, немного даже, по-моему, потемнее. Вы, наверное, некоторые замечали, что морфлинг у нас меняет цвет. Меняет цвет, это уже слишком темно. Вот, по-моему, вот такой морфлинг у нас в стандарте. То есть, как тут на картиночке. И, соответственно, о чем нужно знать? Что нам будет помогать пользоваться морфлингом на все 100%, так сказать, на все 200 IQ? А может и 300 у кого-то, я не знаю, ребят. Вы у меня подписчики умные есть, прям очень. И, соответственно, это специальный персонаж для вас. Вы, многие, наверное, замечали, что когда перекачивается морфлинг в одну сторону или в другую, он меняет цвет. В зависимости от цвета у нас будет даваться, опять-таки, плюшки к второму спеллу. То есть, это все я тестировал, это очень довольно-таки интересная механика, но с золотой середины я так и не нашел. Там соотношение 50 на 50 должно быть, но об этом чуть позже поговорим. Смотрите, перекачиваемся в силу, морфлинг начинает чернеть. Он потемнел, все, максимально потенел. То есть, сейчас у нас будет максимальный эффект от второго, но об этом чуть позже. Просто обратите внимание на цвет. То есть, цвет у нас меняется. Допустим, сейчас у нас морфлинг станет немного светлее. Раз, он светлее и совсем уже светлый. То есть, у нас уже, так сказать, ловкости больше, чем силы. И, соответственно, другую сторону. В принципе, больше по перекачке никаких особо клюшек нет. Вот, допустим, морфлинг у нас потемнел. И все у нас, в принципе, все готово для того, чтобы рассказывать о адаптив страйке. Ребят, что нам нужно знать еще по перекачке? Во-первых, перекачка позволяет нам перекачиваться в таких моментах. Каких, допустим, стан, юл, сон, допустим, какой-то, астрал. Он может перекачаться, морфлинг в этих, так сказать, спылах. То есть, допустим, если нам прилетает стан венги, там, стан леорика, там, без разницы. Мы можем спокойно нажать. Допустим, если у нас мало хп, есть много маны, мы можем спокойно нажать и перекачаться в силу. Соответственно, вы представляете, то есть, у морфлинга там 300 хп остается. Вы нажимаете перекачку в силу, у него хп побежали, все не могут вас убить. Да, морфлинг именно из-за этого его и не любят. В принципе, он, во-первых, спелло может уйти, так еще он очень выживаемый, не говоря уже об ультимейте. И, в общем, вот такая вот тема. Когда нельзя юзать у нас перекач? Перекачку нельзя юзать в сайленсе и нельзя юзать у нас в хексах. Поэтому морфлинга очень жестко контрит хекс и сайленс. Ребята, об этом не стоит забывать. И, соответственно, вроде это все по перекачке, ребят, в общем, запомните, right-кликом перекачиваемся, допустим, нажали, перекачались, выключили. Нажали, перекачались, допустим, выключили. То есть, ну, сами повязайте уже, как вам интересно, посмотрите. И касаемо того, как правильно у нас должны располагаться у нас сила и ловкость, сейчас я вам расскажу. Поехали ко второй способности. Итак, друзья, следующая способность, о которой мы будем разговаривать, это непосредственно уже Адаптив Страйк. Адаптив Страйк имеет множество нюансов, ребят, которые нужно знать. Я не знаю, как я вам буду это попытать, ну, я как попытаюсь вам это объяснить. Потому что тут столько всяких нюансов, которые реально нужно знать. Ну, на теории, типа, все просто. Довольно-таки персонаж кидает какую-то штуку, она относит, станет, наносит демэдж, типа, все круто. Но как она работает, нужно знать. Я вам сейчас это постараюсь поведать. Давайте разберем по уровням прокачки и всем остальным моментам. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки у нас будет стандартный урон. Во-первых, на первом левеле, ну, видите, Апту 50, то есть, допустим, Апту 50, 60, 70 и 80. Это стандартный урон, который будет наноситься не в зависимости от того, в каком атрибуте мы в приоритете находимся. То есть, будь то ловкость или сила. То есть, всегда у нас будет фиксированный урон 80, 70, 60 и 50, в зависимости от уровня прокачки. Дальше у нас будет идти уже именно соотношение, именно кнопок, соотношение, вернее, атрибутов силы и ловкости. Давайте разберем сначала по ловкости, потом по силе. Если у нас будет основным атрибутом в данный момент при юзании Адаптив Страйка ловкость, то, соответственно, у нас будут такие плюшки. Смотрите, 0,5х от ловкости будет наноситься урон на первом левеле, на втором 1х, на третьем 1,5х и на четвертом 2х. То есть, соответственно, в два раза больше урона от нашей ловкости будет наноситься. Это если у нас атрибут ловкость, приоритет, то есть, если мы перекачаны в ловкость. Если же мы перекачаны в силу, соответственно, у нас тут будет стан больше. Смотрите, на первом ловле 1,25 будет стан, на втором 2,25, на третьем 3,25 и на четвертом 4,25 секунды стана будет у нас стан длительностью. Если у нас сила в приоритете, то есть, если мы перекачаны больше в силу. Это все варьируется в зависимости от того, ну, соотношения, в зависимости от соотношения. Если на 50% сила, допустим, давайте разберем ловкость. Если мы хотим, чтобы больше надамажить, больше надамажить со второго, то есть, соответственно, чтобы у нас 2х от ловкости на ловле ударило, мы должны перекачаться на 50% больше в ловкость. Соотношение от силы, соответственно, адаптив страйк у нас нанесет намного больше демеджа, нежели чем мы, если бы были в силе, перекачаны в силу. Если мы хотим максимально застанить энеми и задизейблить, а дизейблить чуть позже, мы должны перекачаться на 50% больше в силу, нежели в ловкость соотношения. И, соответственно, больше у нас будет стан и дизейбл. Дизейбл зависит у нас еще, смотрите, от этого. Давайте вообще, в принципе, прокачаем эту способность, не будем ходить вокруг да около, допустим, и просто я ее сейчас сделаю, эту способность. Вы посмотрите, что происходит. Во-первых, рейндж у нас также прокачивается, ребят, рейндж у нас увеличится, в зависимости от уровня прокачки. 600, 700, 800 и 900 рейнджа, вот это расстояние, на которое мы можем кинуть данную способность. То есть, соответственно, морф стоит отсюда, кидает какую-то волну, что-то произошло. Думаю, у нас немного простанился чуть-чуть, микростанчик был, был какой-то демедж, и, соответственно, что далее происходит, непонятно. Смотрите, кидаем еще раз. 296 урона, 084 секунды стана. Минимальное значение стана и минимальное значение демеджа у нас также будет разное. Максимальный множество ловкости у нас, ты это уже сказал, в принципе, смотрите, базовый урон сказал. Минимальная длительность оглушения 0,25 секунд. 0,25, то есть, если мы полностью будем перекачаны в ухнарь в ловкость, у нас минимальное значение оглушения будет 0,25. То есть, соответственно, больше, чем 0,25, мы не простаним. Ну, будет микростан такой, чтобы просто сбить, допустим, тпшку. Смотрите, далее, что мы должны знать. Уф, это все довольно-таки очень тяжело объяснять, ребят, чтобы вы понимали, потому что тут очень много всяких фишек, которых не хочется упускать, чтобы мне потом не писали в комментариях, потому что я, в принципе, все в теории знаю, но просто преподнести это все в готовом материале и попытаться не запнуться, это очень тяжело. Смотрите, рассказываю. Допустим, мы перекачаемся в ловкость. Смотрите, перекачались в ловкость. Соотношение. Сейчас мы докачаем вот эту тему. Смотрите, соотношение у нас ловкости у нас на 50% больше, чем силы. Соответственно, у нас сейчас адаптив страйк должен полностью по максимуму работать на демедж. То есть, соответственно, смотрите, отталкиваем. Такой маленький относик, видели, был. И очень много демеджа, и маленький станчик. От чего зависит этот относ? Я вам сейчас расскажу. Во-первых, посмотрите, вставочку вот эту. То есть, он почти на месте, думай, как отодвинулся, да. Это такое. И от чего зависит вот этот сам относ? И, соответственно, дизейбл. То есть, мало из вас, кто, наверное, замечал, что морфлинг, когда кастует второй, идет такой небольшой относик и идет простан. И, в принципе, наносится демедж. Это все знают. Все морфлинга качают в демедж. Этериал демедж. Все максимально. Да, это профитно, это прикольно. Но сейчас не об этом. Теперь перекачаемся в силу. Смотрите. В зависимости от силы у нас будет возрастать вот этот толчок от нос. Так, на 50% больше, чем ловкость. То есть, мы перекачались, морфлинг стал у нас черный. Опять-таки, по цветам можно определять, когда морфлинг у нас максимально заряжен. То есть, допустим, если у нас морфлинг такой, немного вот такой, то будет бонус работать где-то на середине. Бонус именно стана и демедж. То есть, такая будет где-то золотая середина. Если мы захотим максимально, так сказать, простанить, видите, морфлинг очень черный стал. Вот сейчас он чуть-чуть светлее. То есть, это, допустим, это третий уровень. То есть, соответственно, третий уровень прокачки у нас получается именно бонуса. То есть будет встанеть там не на 4,25, а на 3 там с лишним секунды Вот, и мы сейчас прокачали морфлинг максимально в силу То есть 50% соотношения силы и ловкости у нас сейчас сила в приоритете И, соответственно, должно что нам давать? Давайте посмотрим, сейчас пропишем время, чтобы у нас не было никаких нюансов Смотрите, во-первых, дистанция у нас, как мы уже объяснили вам Дистанция у нас всегда остается в зависимости от уровня прокачки Ну, допустим, кастуем, смотрите Произошел такой относ, вы видели, как далеко его отнесло? Во-первых, встан 4,25 и минимум демеджа нанеслось Doom Соответственно, в зависимости от того, какой у нас атрибут прокачан Именно не прокачан, а какой у нас атрибут данный сейчас в приоритете У нас Adaptive Strike будет работать по-разному То есть, допустим, если мы найдем какую-то золотую середину Допустим, это вот примерно вот такой вот морфлинг То есть, соответственно, у нас будет что-то среднее Будет наноситься, в принципе, такой станчик 1,25 по дефолту И будет проноситься такой небольшой демедж Если мы, допустим, прокачались вот так вот Морф уже такой более темный Сейчас стан будет примерно 3 секунды Да, он примерно 3 секунды и вылетает И, соответственно, среднее значение демеджа у нас получается Очень довольно-таки просто это все в понимании Но вот эти все нюансы, они заставляют кардинально морфлинга, так сказать, в драке подстраивать То есть, как нужно правильно действовать на морфлинге То есть, допустим, существует много страт Ребят, не обязательно перекачиваться морфлингом в Ухнаре Вообще, допустим, смотрите, сила у нас, допустим, сейчас будет на единичке И у нас 200 хп Типа, ну, какой смысл от этого? То есть, я немного не понимаю Да, у нас много демеджа, да, у нас много армора Но морфлинг от этого, ну, сильнее он, как так сказать Он ударится, адаптив страйка Но это будет не настолько эффективно Нежели, если мы прокачаемся Допустим, смотрите, где-то среднее значение Сейчас, смотрите, вот примерно Вот такое примерно значение Смотрите, демедж у нас там был 400 Сейчас 338, 0.25 стана В принципе, стан минимальный Минимальный станчик Но, как бы, мы У нас имеются хитпоинты для того, чтобы, во-первых, противостоять каким-то прокастам, допустим, или еще что-то И, в принципе, мы не сильно теряем бонус Относим немного И, в принципе, станчик, вот видите Мы сейчас выходим в золотую середину Станчик у нас тоже становится чуть больше Вот, допустим, сейчас мы вообще, типа, 50 на 50 Сейчас должен стан наполовину вылететь И наполовину демеджа То есть, соответственно, адаптив страйк Адаптив страйк, он даже так и называется Соответственно, в зависимости от того, как мы прокачиваем нашего персонажа Именно в какой атрибут Так и вылетает у нас адаптив страйк Чтобы максимально отодвинуть энеми И, соответственно, простанить Нужно перекачаться в 50% больше силы Соотношение от ловкости И, соответственно, у нас адаптив страйк будет работать на то Чтобы мы, соответственно, простанили нашего юнита Оппонента, вернее И это, так сказать, ганг такого венчался успехом Если мы хотим, допустим, максимально продамажить То достаточно соотношение 50% больше от силы перекачаться Соответственно, кастуем адаптив страйк И он у нас будет наносить максимально дэмэджа По минимуму отталкивать И по минимуму станет В общем, в принципе, ребят Я надеюсь, я попытался объяснить вам Что адаптив страйк, он, так сказать, адаптируется под нашу Так сказать, под наш атрибут основной Который у нас сейчас вкачан Но главное не забывать, что достаточно То есть, как раньше ми входил Ми входил такое, что если мы в ухнарь перекачаемся Допустим, вот так вот максимально Смотрите, вот, то есть мы сейчас вообще там силу вкачали Там у нас 0 ловкости То значит мы застанем как можно больше И оттолкнем как можно больше Нет, вы не оттолкнете как можно больше И не застанете как можно больше Есть определенные пороги Вы просто нанесете меньше дэмэджа От ловкости Смотрите, там 90 было Типа урона от ловкости Сейчас будет вообще там копейка Посмотрите, 81, то есть, соответственно, вы большим количеством хитпоинтов просто теряете вот этот демаж с Adaptive Strike. То есть, достаточно больше на 50% перекачать какую-то определенную сторону. То есть, допустим, вот если мы хотим просто, ну, простанить и в то же время оттолкнуть и не потерять много демеджа со второго спелла, нам достаточно перекачаться на силу на 50% больше, чем на ловкость. И все, в принципе, у нас все работает так же. 100 демеджа наносим и так же станчик у нас прописывается и относик у нас так же хорошо работает. Ребят, не стоит забывать, что эту всю тему можем следить именно конкретно по цвету морфлинга. То есть, морфлинг у нас так же меняет цвет. Допустим, соотношение 50 на 50 у нас все работает именно 50 на 50. Если мы хотим больше простанить, то, соответственно, такой цвет именно нам по душе. И, в принципе, демеджа с руки у нас так же хватает. Если мы хотим просто тупо с Adaptive Strike максимально много нанести демеджа, Ребят, то есть, смотрите, как вы помните, 2х на ласт левеле от Adaptive Strike, если мы хотим нанести как можно больше демеджа со второго, то, соответственно, в комбинации с Ethereum будет, конечно, профитно вкачаться. Почему? Ставят на ноль. То есть, смотрите, допустим, давайте я вам покажу, смотрите, разницу. Допустим, у нас 1000 хитпоинтов. Мы можем драться. Кастуем Adaptive. 358 демеджа. И у нас, допустим, сейчас хитпоинтов будет 200. Насколько у нас демеджа будет больше, сад, Active Strike? Да ненамного. Ненамного, смотрите. Ну, типа, ну 100 единиц, да, типа, ну, а все равно, как бы, разница такая, что, как бы, эти 100 единиц бонуса, то есть демеджа, мы можем, они могут быть чреваты для нас, то есть, соответственно, и мы можем так, ну, реально прогуляться. То есть, допустим, не вижу смысла прям максимально вкачиваться вот так вот в ловкость, чтобы у нас не было хитпоинтов, типа, и, ну, допустим, да, продамажили, продамажили, но не стоит забывать, что мы можем так же еще навалить с руки, потому что демеджа у нас очень много. Ребят, я уже немного, наверное, затянул, но Adaptive Strike реально очень тяжелый спелл в понимании, то есть, соответственно, вот это вот соотношение вам нужно понимать, что если вы хотите простанье, то, соответственно, вам нужно на 50, ну, максимально простаньте на 50%, значит, вам нужно перекачать в силу персонажа больше соотношения от ловкости. Ребят, все, на этом спелл вот этот я заканчиваю в обзоре именно, и давайте поговорим уже об ультимейте непосредственно, ведь ультимейт у нас тоже очень крепкий и сильный, но в соотношении, конечно, с нашей перекачкой это не такая крутая вещь, но все же, поехали. Итак, друзья, теперь переходим к ультимативной способности нашего персонажа. Во-первых, что нам нужно знать об этой способности? Морфлинг у нас имеет, смотрите, такую тему, прокачиваем на раз, прокачаем на раз, что у нас появляется? У нас появляется вот такая вот иконочка, и что мы можем сделать? Мы можем данную тему направить на энеми и на союзника, разницы, в принципе, нету, на себя мы не можем направить, не можем направить, но гласят легенды, что можно, смотрите, итем, сейчас пропишем итем, манта, создаем манту, создаем репликейт своей иллюзии, а не можем, а раньше можно было, и были такие легенды, что реально можно юзать вот так вот и отправлять типа своего морфа, нет, так, к сожалению, уже делать нельзя, но я знаю, как делать можно. Если кто-то сделает, допустим, иллюзию нашего морфа, то есть тот же шаду-демон, то мы можем той иллюзией сделать репликейт. Я вот именно к вот этому моменту вас и подвел, что свою нельзя сделать, а иллюзию иллюзии можно сделать. Вот, как бы это первый момент. Второй момент. Создаем мы вот эту иллюзию, чем она характерна? Во-первых, данная иллюзия, ее отличить очень тяжело, потому что она терпит 100% дэмэдж, то есть, соответственно, сколько она носится вот этому думу, то есть, ну, сколько требуется именно вот этому думу, а именно 100% дэмэджа, то есть все герои это 100% дэмэдж. Обычная иллюзия примерно имеет 300% дэмэдж, то есть, иллюзия будет наноситься на 300% больше урона, нежели чем самому герою. А эта иллюзия именно держит 100% дэмэдж, то есть, соответственно, она такая жирная, как, допустим, вот этот оппонент. То есть, без разницы, ну, на любого кастанули, он будет такой же жирный и будет очень тяжело это отличить. Второй момент. Что нам нужно знать? Создавая репликейт, у нас появляется вот такой вот таймер, как над нашим юнитом, над морфом, так и, соответственно, над юнитом, которого мы создали с помощью репликейта. И что мы у нас, и что мы еще можем сделать, что у нас еще появляется? У нас появляется вот такая вот тема Morphling Replicate. Данная способность требует у нас 150 маны, и по нажатию мы можем, соответственно, заменить себя местами с этой, так сказать, иллюзией и портануться на вот эту иллюзию. Это очень тема жесткая, потому что позволяет нам на морфе передвигаться по карте очень жестко, то есть, соответственно, мы можем, допустим, на нас нападать, мы создаем репликейт, уводим в одну сторону репликейт и в другую сторону отходим на в форме. И, соответственно, думай, куда морф у нас телепортируется? Туда или туда? То есть, куда догонять? Кого догонять? Но, опять-таки, так как это иллюзия, эта иллюзия у нас убирается изи любым монодрейном или лайфдрейном. То есть, лайфдрейн это у нас пугна, он может высосить эту иллюзию мгновенно. Ну и монодрейн, соответственно, у нас это идет Леон. Леон может также сразу ваншотнуть эту тему Вот, и морф, к сожалению, сразу теряет этот репликейт Когда морфлинг умирает, этот репликейт также умирает Соответственно, вместе с морфлингом Вот, что у нас еще есть за плюшка касаемо вот этого репликейта Репликейт наносит у нас 50% дэмэджа от родного дэмэджа вот этого героя Соответственно, на которого мы создали репликейт То есть тут написано 97 урона, значит наносить он будет там ну 40-49 урона он будет наносить То есть это очень круто, потому что иллюзия, она получается полноценная как герой Почти не имеющая способности, но может раздавать с руки так же, в принципе, хорошо Как раздает, соответственно, оригинал Вот, вот такая вот еще небольшая плюшка Ренж у нас также увеличивается и длительность у нас увеличивается В зависимости от уровня прокачки на данную способность Смотрите, на первом левеле у нас длительность ультимейта будет составлять 30 секунд На втором 45 и на третьем 60 секунд ультимейт, соответственно, репликейт у нас будет живой И раньше у нас каста разный 700, 1100 и 1500 Допустим, на ласт левеле, вы представляете В расстоянии 1500 мы можем создать репликейт И такие сделали реплику, допустим То есть это можно, допустим, внезапно напасть То есть мы делаем репликейт, допустим, сюда И опа, и прокастите, там все вот это пошло То есть вариативность юзания данной способности очень высокая Мы можем также иметь тревола, слетать на базу, прилететь обратно на репликейт И при этом всем пофармить какое-то время Пофармить, допустим, если у юнита там был радиенс Мы можем создать репликейт Будет репликейт у нас с радиенсом Радиенсом пофармим Полетаем, поделаем, что нужно Слетали на базу, репликейт у нас сейчас уже кончится И прилетаем обратно вместо репликейта Это очень прикольная тема Что нам еще нужно знать? Репликейт нельзя создать, если там есть линка Допустим, если у энеми есть линка Мы юзаем репликейт, мы сбиваем эту линку Ну такое, и репликейт, соответственно, мы не получим Также есть множество тут плюшек Ну, в принципе, таких стандартных Вы знаете, допустим, если это реплика Войда То реплика Войда может бегать в куполь То есть это, в принципе, все знают И, в принципе, это все Ребят, не стоит забывать, что у нас есть тут Аганим Септер Добавляется у нас какая-то еще Обилка при покупке данного, так сказать Данного момента То есть покупаем Аганим И получается у нас что-то, и получается еще у нас какая-то бонусная способность Но о ней я вам расскажу, знаете где? Ссылки в описании Гайды, гайды, фишки, вот это все Смотрите на моем канале Обязательно посмотрите видосик по Аганимам Я внизу ссылочку поставлю И, соответственно, посмотрите Аганим на данном персонаже Это очень прикольный Аганим Но, к сожалению, длительность очень маленькая Ребят, касаемо перезарядки Ультимейт у нас 80 секунд И монокост всегда 25 ман Монокост маленький, 25 ман И создаем репликейт, но когда мы хотим, допустим, вернуть 150 ман Это очень много Ребят, в принципе, все по ультимейту Я надеюсь, теория вам была более чем понятна И, соответственно, я хочу вам сказать То, что я хочу пожелать вам Хорошего просмотра данного видео И, соответственно, пожелать вам Реально хорошего настроения И не забывать То, что, типа, как бы, ну Вражеское войсто неподходящая цель Понимаю Во второй доте можно делать с прокачкой Ясно Своего юнита надо Но своих юнитов у меня нету Но, в общем, посмотрите Именно в описании По Аганимам Что можно делать с Аганимом Соответственно Это круто Это реально круто Ребят, но колдаун очень большой В общем, смотрите Желаю всем приятного просмотра Хорошего настроения И обязательно подписывайтесь на канал Кто не подписан И приятного просмотра Еще раз, ребят Гоу Гоу Смотреть уже Прям практику Хочется Теорию вам рассказал Просто по максимуму Постарелся Гоу практику Смотреть Поехали 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 Так, наконец-то Поехали Поехали Так, в общем Чувак с вами, Персон Боится сжигания маны Потому что Если маны нет То мы не сможем Соответственно Перекачаться И так далее Также не любят Каких-то станов Амплификации Типа как Слардара Потому что Все равно Армора вроде много Но Слардара Очень больно бьет По данному персонажу Так что Смотрите Кубан активный Гоу Найс Хорошо В вертолете Кстати Неплохо Люблю вертолетов Шотить Так сказать Этериалом И Адаптивом Пойдем по дефолту Адаптив Плюс Этериал Типа реально Это будет прикольно Профитно Надеюсь быстро пропикают Напоминаю Что-то центральную Идем Да Центральную И будем пытаться Что-то как-то мутить Еще очень прикольно Если бы там был бы А ну вот СФ там есть Это минус армор Будет даваться Это классно Буду брать Для репликейта СФ А то минус армор Его аура Будет давать Дисперсия О если Радиенс будет Будет прекрасно Надеюсь Сделает Радиенс Быстро Смотрите Как пропикали Прямо Не верится Что сейчас пойдет игра Сокупаемся Дефолт На куру не берем Если возьмут Хорошо Если не возьмут В принципе Откроем кругом силы Что в начале Обычно качают Иногда некоторые Берут перекачку Сразу немного Перекачиваю Там 200 хп Все оставляют Чтобы Ну реально жестко Круто добивать Потому что Тут демеджа Совсем нету Но Я не знаю Типа такая двоякая тема Я обычно беру Просто в дефолте Вкачиваю Вейв Потому что Тут как бы Драки за руны идут Тут как бы Перекачка особо Не круто Раньше Да раньше было круто Сейчас как бы Не знаю Не вижу смысла Ну кто перекачивается В принципе Красавчики Че делать Полетели Каждое утро Одно и то же Вертолет Полетел От винта От 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 Винта Че Огрик Будем разминать Пацанов Рейнджа плохая Кстати У морфа Рейнджа Атаки Он как бы Дальний Но Типа 350 Но все равно Спустись Спустись Гоу Танчить особо Я не хочу На самом деле ОСФ Испугался Со спектройка Выходит Все Отзонили Надеюсь Руну заберу Хорошо Руну забрали Пользуемся Магическим Перемещением Камеры Чтобы Можно было Как можно лучше Пролосхитить Забрать Курьеров И тому подобное Найс Хорошо Кто будет У нас На центральной Линии Это конечно У нас Секрет Сэфиус Дефолт Дефолтная Линия Так сказать Сразу Забираемся Крипа Синий Сильно Линию Пушить Не хочется Но Вот Сэф Хочется Нами Размениваться Легу Поразменяемся Окей Го Поразменяемся Но не забываем Про ластхиты Все же Ластхит Для нас Это Как бы Да Мои ластхиты Мои ластхиты Это интересно Эх Печалька Сразу Качаем Третий Без перекачки Мы Какашка На третьем Левеле Можно будет Попробовать Его убить Печалька Блин Вард Классно Я добил Я добил Я добил Я добил Стик Принести Себе Ух Как он Меня продамажил Так Го Хилочку Возьмем Прям задрот На эсэфе Хорошо Добью Подхилимся Можно с каждым уровнем Так как нам дается еще Бонус атрибут Можно с каждым уровнем Немного Подкачиваться Низ Вниз Так сказать Ну На ловкость Именно конкретно И Это в принципе Ничего в этом плохого Нету Сейчас немного Поагрессируем Это сервис Так начинает Поднаглевать Поднаглевать Соответственно Надо Дать ему немного В бубен Чтобы он успокоился Все есть Не знаю Разные прокачки Существуют Я Адаптив не беру В начале игры В принципе Не вижу смысла Пока Гоу Подолбимся Найс Просто Пусочек Какашечки Еще главное Во время вейвы Нажать Ну как вы видели Как примерно Я сделал Во время вейвы Нажал Атаковать На СФ Берем Боттл Будем через Боттл Да ребят Боттл Трвела И поехал О можно еще Потычковаться И улетаем Хорошо Жаль только Волны Хватает немного О Отпиваемся Хорошо Фулл мана Главное Фулл ману иметь Потом покажу Как можно делать Можно тачковаться Да и Обратную сторону Допустим Вейвы Отпрыгивать Не добил Жалко Столько Вытанкова Захилимся Хорошо СФ Может попробовать Сейчас сбить Можно Если честно Наглую Поработать По СФ Он тоже Такой Сильно хочет Отдаваться Крипом Не хочу подходить Потому что Кайлами Будет раздавать Так Сапожок Отличный ТП Главное Такие Айтемы Мидера Это Сапог Боттл И В принципе ТП Имейте Все Больше Ничего Для счастья А ТП Не купил Печаль Идем на руну Спокойно Немного На бутылочки Сидит Пробуем Фаст Терил Выйти Почему Нет Отличная Руна Кстати Для Морфлинга Немного Побакуем Что ли Морфлинга Пол Хп Есть Будем Просто Сейчас Харасить И Все Никаких Проблем С ним Не Будет Можно Будет Потом Ультимативный Поддушивать Немного Хорошо Аквилочку Обязательно Мэджик Вент То бишь Стик Пока Ультимативную Не будем Вкачивать На восьмом Левеле Возьмем Нужно Будет Сейчас Немного Тут В общем То Такая Проблема На данном Персонаже Ладно Попробуем На бесплатную Ману Полететь Бесплатную Ману Можно Под тавр Загулять Здесь Перекачка Хорошо Даже В принципе Без перекачки За Овнили Пацана Хп Много Можно Сейчас Немного Понизить Силу И Немного Уйти В ловкость Как видите У нас Просто Тысяча Хитпоинтов На пятой Минуте Это Это Очень Здраво Очень Много Так Сказать Коу Немного Понизим 777 Но Такой 777 Давайте Немного Вот так Через Ф Лучше Сделаем Один Атрибут Так Сказать Чтобы Поднять Ровные Хитпоинты Не добиваю Но Хотел Отпиться Чтобы ВБ Мне Еще Не Разбили Хорошо Отлично Отлично Пойдет Идем на руну Хорошая Хорошая руна Можно Ганну Кстати Какую-нибудь Сторону Кстати Есть Еще Такая Тема Допустим Понизить Все Хитпоинты До Лоу HP Гоу Ребят До Лоу HP И Соответственно Так Сыгать Фулл Ману Остановить Хорошо Сейчас Надо Будет Репликать Зад Ребят Отлично И Как раз На базу Полетим Кому Тут Намазать Заднице Давай Тебе Намажу Хорошо Сразу В этериал Попробуем Почему Нет Вот Так Что-то Сделаем Спушим Тавер Получится Нет Тавер Не Получится Хорошо Сразу Гоуст Возьмем Как думаете Прикольно Будет Я думаю Прикольно Будет И тпшечку Держим Успею За 15 Секунд Дойти До Мида Нежелательно Мидлейн Возьмем Просто Гоуст Септер 6 Секунд Ну Должен Успевать Обязательно Перед Блинком На Иллюзию То есть Перед Возвратом С потери 150 Маны Желательно Провязать Боттл Тогда вы Не потеряете Так сказать Ману Ну и Не забывайте Что боттл Можно еще Провязать После того Как вы Тпхнулись Еще где-то Ну 2-3 Раза То есть Ну секунды 3 Вы можете Еще боттл Успеть Провязать Можете Союзников Намазать То есть Там уже Смотрите Сами Как вам Удобно Союзников Мазать Себя Мазать То есть Терять Ману Не терять То есть Вы можете Сами Регулировать Этот момент То есть На морфе Основные Азы Это вот То есть Ганг Успешный Вейва Очень много Дэмэджа Наносят Сэф Есть Койл Пролетим Вот так Пойдем На руну Просто Сэф Злится Сэф Очень Злится Раньше Помните Как делали Всегда Раш Или Лук Тупо Лук Помните 3 300 И сразу В этериал Ну как раз Таки Пока Этериал Соберу В принципе Тут И В адаптив Уже Буду Выходить Сейчас Буквально Тут уже Перекачку Можно уже Не докачивать В принципе Она мне Особо Сейчас Не нужна Типа Но Сэф Можно Погонять Немного Хорошо В адаптив Будем Выходить Иллюзию Так сказать Слил Зря Вот так Сделаем Сейчас Вот так Вот Чалька Пойдет Попинаем Тэшку Жаль Я Репликейт Слил Конечно Надо было Реплику Сразу Отодвинуть И все По кайфу Было бы А так Мору Знаете Такой персонаж Надеюсь Но эта игра Я так понимаю Будет Изи Поэтому Как бы Next Катки Покажу На нем Сплитпуш Тактики То есть Соответственно Этот персонаж Очень сильно Славится Свинсплитпушем В этой карте В принципе Именно в этой доте Потому что У него Вот это типа Особенность Того что он может Спокойно Добьем Хорошо Вертолет Код П на базу Хорошо Перекачиваемся Обратно Перекачки В принципе В троечку Достаточно Но в четверку Прям Овер быстро Начинает Перекачиваться Это все Прекрасно Знают Так что Можно даже Ракетку Зай выйдить Изи В принципе Очень сложно Найс Вот это я Конечно Понимаю Типа Может Что хочешь Написать В лаунчере То есть Это такой Бред Реально Ребят Отлично Есть ТПшка Носим с собой ТПшку Желательно Кстати Травалавы Фармить Чтоб на ТПшку Не тратить Но в принципе 75 Золотишко И там Не так много Как могло бы быть Как могло бы быть Этериал юзаем Тут СК еще Не попадает Стана У меня еще Утимейт Есть Отойду вниз Хорошо Жаль Что не я Добил На самом деле Но В принципе Пофиг Главное Сейчас не сдохну Кстати Есть Перекачка Уф По-моему У меня Сейчас тут Проблема будет Не Не догоняет Опять Ракету Ставит Хитрец В упор Встанем Чтобы Не Маны Нет Бро Маны Нет Схитим Аккуратненько Уйдем На ТПшке Огрик Решил Тут В церемонии Со скрипами Игнайтом Закинуть Хорош Или может Руну Подожжим Посмотрим Давайте Репликейт Уже Дождемся 14 секунд Возможно Сейчас С кого-то Репликейт Возьму И соответственно О Ну Ничего Даже Если вылетит У меня 1700 Есть 4 на 0 Это отлично 10 левел Топ левел На карте В принципе Ну На морфе Именно так Играется Тупо Ну Ты вейвы Подстиливаешь Перекачиваться В случае Если тебя пытаются Гангнуть В принципе Все Более ничего Делать Сейчас Этериал И Просто Второй 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 Просто Максимум Уходит Уже должен Второй Макс Потому что Уже Этериал Не за горами Сейчас На 11 Левеле Репликает Не буду Прокачивать Уйду Во второй Хотя Тут надо Подумать Да Во второго Иду Потому что 300 Уже Тут буквально Сейчас Копеечки Остаются Будем СФ Оу Внить Просто Три кнопки За раз И все Три кнопки За раз И все Ладно Го пацану ББ Сделаем Давай Братиш Было приятно Играть Сорян Но это Конечно О Арканы Есть Кстати Арканы Мне Маны Можно В принципе Залить Бустер Забрал Хотя Он ему Нафиг Не нужен Спасибо За Ману Бро О Кстати Иди Сюда Сейчас Тебя Репликейта Возьмем Все Иди На базу Хорош Спектру Пойти Погонять Или На Мидлейне Кто-то Там Будет Файтиться О Забыл Под Табора Стоит Забывать Что там Зевс Ребят Очень Сильно Перекачиваться Нельзя Боже 9 Секунд 8 Огр Бежи Бежи На топ Касты Тут Тп Берем Все Надо Тп Зафармливаем Тут 2к Есть Можно Поесть Мидлейн У нас Будет Падать Кстати Тут Пойдет Гейминг Эй Вы Куда Вы Куда Пацаны Плиз Дайте Золотишко 2д Есть Можно Поесть Хорошо Адаптив В Троечку Полторашка От Ловкости Уже В принципе Можно Будет Да Что Ж Такое Вы Серьезно Ребят Это Бред Все Найс 2400 Есть Сейчас Запушим Лес Ой Лес Лейн Пойдем Лес Столкнем Мидлейн Забрали Спека Ушла Наниз А сразу Крипа Начинает Убегать Потому что У них Такая Механика Они Почему-то После Вейвы Но Вейва Это Неуязвимость Куда Он Идет Дурачок Что Оно Дед Дай ему Пару Тычек По лицу Чтобы Я Смог Спокойно Добить А то Я знаю Как Деды Любят Ластхитить Пойдет 2800 Можно Поесть Отлично Подлупим Сейчас Этих Пацанов Ого На Линию Выйдет Хорошо 3К Есть Вставляем Куру Уже Туда Можно Тянуть Походу Будет Потненько 3100 3100 Потненько Потненько Будет Так Че там У нас СФ Аквила У меня Можно Сказать Уже Есть Этериал Типа 14 Минута Отличная Руна Только Я Рассчитывал Другую Руну Брать Есть Тиогра Там Че Продать Ого Продадим Хватит Сразу На всю Команду Распределиться СФ Бро Ты Где СФ У него Есть Кстати Аура Качина Как это Хорошо Так Вот Это Хреново Типа Спектра Пропалило СФ Бро Не уходи Он Вбегает Просто Спектра Вовремя Утанул Жалко Аквилка Балит Гоуна Ботом Что Ли Я Делаю ТП Делаю ТП Печалька Можно сказать Прогулял Абсолютно Все Ни СФ Сэфа Не Нанизу Не Поучаствовал Ни В драках Ни В чем Престольт Это Это Вот Это Вот Так Создаем Репликейтер Отводим Можно Сразу Так же На Реплике Да И улететь Собьете А не Да Какой Собьете Можно На реплике Так же Улететь Не знаю Почему СК Не дал Стан Но Типа Я там Все равно Выживал У меня Перекачка Была Сейчас Тревела Поехала Прокасты Можно Эти Давать Просто Имбом Бомба Там Как дела Все Дела Яша Манта Манта Яша Плюс Потом Какие-то Будут Еще Другие Кнопки Свирепые Типа Бабочки Линки Линка По-любому Можно Даже Сразу Кстати Да Вот Еще Одна Страта Такая Детская Всегда Рашили Линку Когда Не умели Играть Тупо Линка Если Морфлинг Это Линка Не знаю Почему Всегда Линка И статы Поднимали Ему Так же Как и Дузи Помню Почему-то Реально Когда Задрачивали Так Руны Нет Можно Поесть Хорошо Докачали Возьмем Свою кнопку Ультимативную Хорошо Тавр Заберем Надо Именно Забрать Тавр Заберем Можно Забайтить Кстати На стан Хотя Б Прыгать Будет На СК Парень Сколько ХП Хорошо Да Мууу Ребят Очень важно Тут все Очень быстро Нажать Не знаю Ждал На самом деле Хотел СК Убить Но Очень Очень Так Сказать СК Недолюбливает Эту Систему Ребят Монопула Вообще Не хватает Прям Если Долбить Гоулинка Сейчас Просто Линка Морфлин Прикольный Персонаж Тем Что Можно Статами Играться Так Знаете Килять По одному Ну Кстати Вот эту Тему Возьмем И в лесах Почему Нет Типа Лиса Сейчас Денек Заварнемся Тут Нормальненько Заварнемся Нормально Смотрим По карте Смотрим По карте Опа Здесь Кто-то Будет Надо Здесь Аккуратненько Вот так Вот Чтоб За деревья Не было Видно Печалька Не успела Немного Хорошо Как сказать Я просто Мимо проходил Ооо Мимо проходил Мимо проходил Тут Тычка Типа И атаптив Просто Как Крепчанских Го Бро Как Крепчанских Просто Сейчас Орбу Куплю Го Орбу Просто Перекачиваемся Еще 850 КП Хватает Хорошо Есть у меня Ультимативные Еще Ооо Бро Хорошо 300 Урона Опа Смотрите Кто идет Зус Но нету Кнопок Есть кнопки Играемся Играемся Статами Статами Если у меня Перекачка У меня нету Мана Ребята Очень плохо Все Ой Хорош Подсейвил Но я тут Скорее всего Все равно Буду умирать Бегу Стики Ждем Б Стики Ждем Есть Стики Просто Пешком Уходим Вот этот Варк Кстати Я Просто так Поставил Не судите Клтп На базе Есть Отлично У нас Орба Хорошо Еще Главная Тема Типа 165 Маны Оставлять На ласт Левеле Боже У меня 400 ХП Это Вот так Примерно Оставляем По цвету Не ориентируемся Я просто Смотрю То есть Допустим Чтобы выживать Успевать Кнопку нажать Все Довольно Таки Просто Реально Главное Успеть Нажать Кнопку И все Усе Фалатар Кстати Держу В курсе Типа Этериал Второй Главное Этериалом Замедлить Чтобы Войвы Попадать Все Так Изикатка Морф Очень сильный Эскейпер В принципе Вот За счет Ультимативной Если у него Он всегда То есть Если он идет Сплейт Пушить То Стопроцентно У него Есть Есть кнопка Позволяющая Это сделать Я знаю Сейчас СССР Знаете Чем может Делать С Инвести По постам Ультимативную Перекачаемся Немного Хорошо Где-то так Серединочку Золотую Нашли Ага Вижу Не вижу Понял СССР Товарищ Товарищ Исэфович Пацану Жопа Подмажек Вот так Вот сделаем Блин Найс Я думал Типа Ну Не создалась Потому что В каст Да Печаль Она создалась Я ее просто Хорошо Сразу Перекачиваемся Наверх Отлично Линку В скаде Не будем Ребят Скаде Сейчас Нет Линку Поднимем Себе Манку Немножко Опа Ну блин По мане Конечно Да Вот мана Нужна Прям Мана Прям По царски Нужна Не хватает Немного Дэмэджа Успе 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 Позелать Успеваем Ребят Как обычно Как обычно От 1 до 10 Насколько Сф лоханулся В комментариях Пишем Ребят Не забываем Кстати И те кто новенький Ребят Не забываем Подписываться на канал Ставить лайк Ведь это Главная Мотивация На то Чтобы Делать Такие видосики Делать Такие ролики Чтобы вам было интереснее Веселее Это реально весело Просто Так Ребят 850 Типа Го попросим Вернул Ну я тут вернул Я безусловно верну Просто додел Тоже все Спасибо Хорошо СПС Чего верну 2 Гоу Боже Я так уплотнился Сейчас на самом деле Я очень сильно уплотнился Гоу Даже хитпоинты Немного подниму У меня 150 дамеджа С руки Мама не горюй Называется Идем просто В наглую За спектрой Гоу Вообще В ухнарь Перекачаемся Чтобы Шотнуть ее Типа Ну почему Так перекачиваться Так перекачиваться Чтобы максимально С адаптива Нанести Поэтому Перекачиваться Ну в смысле Чем больше ловкости Тем больше кратность Понимаете Но Почему я не советую Так делать Потому что Вы можете Так прогуляться Не успев Перекачаться Обратно Это чревато Реально Ребят То есть Поэтому Как бы Зерс Просто как Крипа Там убили Гоу Ребят ТП делаю Держитесь Просто Просто держитесь Братья Умрет Сф Он его Сейвит Поняли Найс Домой Домой Сф Там Подсейвил Парень Хорошо Погнали У нас Есть Минута Так Ну такое Фастфиниш Пошли Не надо Ребят Умоляю Рано Еще Соберитесь У вас Все В руках Еще Будет Но Не сразу Можно Просто Обнаглую Загуливать Куда Можно Сейчас Просто Что хотим Делать На статы На ловкость Чем больше ловкость Тем сильнее Адаптив Бахнет Опа Санкингович Смотри Что делает Браконьер Сюда Чтоб У нас Видно Не было Придется По низу Идти Видели Что делает Браконьер Так 20 секунд Есть А этот А тот Вартан Не знает Что там Стоит Типа Ну так Но меня Тут уже Видно Будет Ушел 9 секунд На вылазку Ну что ж Такое Это Эх и не успеваю Вернуться А вот Если бы еще Вернуться Успел Вообще Покайф Такое Ну что Страшно 2к Есть Можно Поесть Как говорится Гоу 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 Я попробую Сбить Бро Убегай Сбились Убегай Немного Перекач Много Перекачаемся Вот так Вот Делаем По топу Хорошо Можно В принципе По товарам Пойти Я не знаю Типа Тут Это называется Челлендж Без смертей Сыграть Даже Можно сказать Скучновато На геймплей Я думаю Вам будет Понятен Просто Надо Немного Микрить Когда Вейву Даешь И В принципе Много Файт 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 Еще раз Файт Ну по-моему Там два Фастфиниша Осталось Боже Ей пофиг Просто С руки Это больно Ну так сказать Снайперу Помог Тут Немного Мне кажется Она Пого Убила Даже На базе Маны Нету 3к Есть Можно Яшку Сейчас Сделать Яшка Тоже Неплохой Артефакт Казалось бы Кстати Да Насчет Этого Саша Яша Тоже Статы Силой Ловкости Тоже Прикольно Но Типа Такое Можно Знаете Что Поднять Вот Родные Хитпойнты Допустим И ходить С таким Уроном И с таким Армором Это круто Это реально Круто То есть Ну Это все Зависит От того Насколько Вы Мыслите Развито То есть Как Ну Как Как хотите Так и Мыслите В принципе Тут Как бы Ну Как вы Мыслите Так Вы Будете Играть В принципе Тут Ничего Страшного В этом Нету Го Вот Так Делаем Опять Как Обычно Отправляем Куда Нибудь Отправляем Куда Нибудь Просто Дебоширить От товара У меня Есть Все Просто Дебоширим Ребят Просто Дебош Делаем Просто Дебош Кто Следующий Знаете Так Типа Сейчас Следующего Завенения Сюда Где ты Спека Бро Стой Пожалуйста Вот здесь О Боже Это что Такое Сейчас Было Это что За Везение Это Что Такое Понимаю Давайте Выбирайте На кого Пишите От Одного До Десяти Кто Лоханулся Больше То есть Или Подождите Это что От Меня Была Многоходовочка Какая То Так Ребят Ну Походу Все Ф Ф Пацаны Сдались Ласт Фаст Финиш Остался Что Там Я Две Манты Купил А Не Молнии Го Создадим Реплику Реплику Так Только Не Атакуй Спасибо И На Базу Боже У нас Посмотрите На тролля Что-то Тоже Имеет Понимаю Манта Есть Можно Поесть Как говорится Прекачиваемся Манта Есть С мантой Тоже Весело Ребята Тролль Там Работает По Крип Кстати Да Дэмэш Тоже От Тролля Исходит Можно Пока Идешь Аф По Ласт Хитить Снайпера Подсейвили Бежим Не Даем Пацанам Так Сказать Разгуляться Вижу Вижу Материал Как он выжил Нифига Мне там Что так Много Хитпоинтов Что-ли Не Поверь Что Много Хитпоинтов Все Гиги Не знаю Ну вот такая Ребят Бредовая Первая катка На 29 минут Ну кому понравилось Ставьте лайк Типа Ну я хз Поехали Некстову Так Ну что Поехали Уверен Гвияем бы Просто спрошу Уверен или нет Это дальше решает Опять задрота На инвокерах Слушайте Ну на самом деле На морфе Чисто страта Страта через Этериал Само то А так Чисто смысла Не вижу Че там у нас Кабал Иску Сосиску Химик Химик Ну короче Нам не испойдем Так Ну норм Пикайте Плиз Шторм Шторм Бесполезный герой Рили Бесполезный герой Так Ну там баланс Есть Я вижу Дэмэдж Есть Дизейбл Есть Инвокер Все пока Все пока Интересно Что у нас будет Ласт пиком Конечно же Какая нибудь Март райдка Бесполезная Ну как и Шторм В принципе Как и Шторм В принципе Че монету ему Что ли Отдаем Не хочу И монету Ему отдавать Отра Хеликс Божечки Пятером на руне Типа они Сэвят Алхиму Руну Я понимаю Но это Смешно Когда вот У нас на топе Афк Челик на шторме Стоит И не видит Что их тут Пятеро Если он сейчас Рики заберет Это будет топ И забрал Ладно ГГ Я понял Тут все уже видно По команде Один на топе Афк стоит Хускар На Шторме Афк стоит Чел Ладно Ничего страшного Ребят Просто с прошлой игры Прошлая игра Была лузом Я писал гайды Типа там вообще Ну команда Ни хрена не делала Просто Что-то стараешься сделать Там просто Киберспортсмен Ивс играет Хоть что делай Не делай Все равно Проигрываешь Ах уж те аксы Может как же он крутится Что тут Трипла что ли Серьезно Найс Рики Рики Ну если соло Отдаст Мне будет Очень хорошо Найс Дэмэдж Найс 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 Лондон Спирит Брейкер Спирит Брейкера Не хватало На ВС Серьезно Перекачка Выручай Сапожочек Выручай 2х Все Хорошо Вот что такое Парфилус Крипочка Крипочка Оу Там кстати Еще барыжи Есть У меня Есть Перекачка Еще Есть Перекачка Так Так Мана Есть Типа Ловкость Есть Сила Есть Рики Фидит Бестолочь Эй Найс Фидит Бро Опа Ну типа Тут сейчас Будет еще Барат Румаси Бежать Подсвечивать Это будет Просто Трэш Успею Кнопку Нажать Не Кнопку Я успею В любом Случае Нажать Где Куру Эту Куру Братан Эту Куру Ты Шторм Взял Бро Какая Тебе Кура Так Че Попадает Со Страйком Я даже Остановил Сейчас Подхожу Хорош Просто Я Вагер Будет Туда Открыл Бро Че Го Манку Взять Или Блин Крип Чеков Очень Много Прогуляют Просто Тут 4 5 Лев Оставил Сейчас Это Прискорбно Тебя Афк Афк Шные Рикемары Хочу Под Ацидом Хопать Сильно Типа На самом деле Это Изи Линия Вообще Хорошо Гоу Через Блин Реген Линка Нужна Будет Тут Линия Такая Агрессивная Не пассивная Агрессивная Линия Подписчик ВС Играет Развод Нахил Называется Боже Это Бесит Реально Эта Игра Такая Конченная Когда Подписчик Попадает ВС Еще Такой Персонаж Увратительный Ладненько Очень Страшно Не Такой Вытерпывали Просто Крепить Не Получается Дэмэдж Это Это Уже Права Ув Могу Добить Просто Блин Я Надо Свап Линии Я Тут Ничего Не Делаю На Линии Стоять Смотреть На Пацана На 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 Веноме Это Типа Такого Просто Стоять Смотреть Это Бред Уфит Контора В Деле Боже Вы Представляете Насколько Сейчас Это Было Рандомно То Я Специально Тут Даже Замансил Сто Сто Страйком Попал Это Первый Момент Второй Момент Что Я Сдох Просто От От Цида Ребята От 1 До 10 Насколько Лоханулся Выбирайте Третий Вариант Но Типа Кто Знал Тоже Бывают Ситуации Разные Но Я По Боишься Чего Ты Боишься Закидывай Просто Ему Там На Хускаре Это Хускар Еще Противнее Чем Виноманс О Борочка Как Дела Одна Игре Привет Нет Третья Нокер Пошел В лес Монетка Он скорее всего за монеткой пошел Сейчас будем инокера принимать Перекачиваться Боже Это что Изи Фраг Что Боже Почему Перекачка Так Кончено Работает Закрывай А Хорош 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 Молодец Сильный Пойду на базу Да Слушайте Но у меня на самом деле Ой-ой-ой Сфидил Хускар Но убил там тоже Вот так вот ЦВ Вот так А почему нет А почему нет Типа мана у меня есть Сейчас немного перекачаемся И мы в принципе готовы В принципе готовы К тому чтобы файтиться Баратрум там конечно Не очень удачный Ничего страшного Инвокера тоже изи убил Тут такое знаете Морф чисто Даете Даете Морфу С морфом Ой не добил Я лох Сорян ребят Ну реально Сорян Блин Что ж такое ребят Лох Лох в деле Очко на пределе Сори Я просто пишу Гайд ребят После ночной смены Ребят Реально Я не хочу отмазаться Но это так и есть Я не буду Не буду ничего говорить Потому что Иначе я просто не успею Просто не успею Все сделать Надо еще вечером Для вас постримить Сделать красивый стрим Аккуратненький Четненький Чтобы вам всем нравилось Чтобы вам было приятно Находиться на моих стримах Ну то есть мне нужно будет Отдохнуть Сделать всю тему Блин Че чел пишет Сегодня стрим Вечерний Да Успевай заходить Вечером Нет утром Не понимаю Таких людей Немножко ребят Надеюсь Вы меня поймете Опа А он хотел Вы поняли Чего он хотел Но это четвертый вариант Кто лоханулся сильнее Слушайте Это какая-то уже Новая мета пошла Кто лоханулся Сильнее Ты что В рейдже Не могу ничего кастовать Это был твой Ласт шанс Так сказать У меня хилочки есть Ну типа Переиграл что ли Как вам Шо дота Шо дота Все хилки спустим Остаемся здесь О Алхимик будет С радиенсом Это значит Я смогу Блин Может ему дать Пусть он радиенс Чем раньше Он нафармит Свой радиенс Тем раньше Я буду фармить Своим радиенсом Понимаете Вечером Брат Ну что Так сложно Что ли В понимании Братишка Типа Он регенится Типа Не знаю Он регенится Как жучка Я буду Молод Схид Давай Это регенится Как жучка Не-не-не-не-не Спасибо Окей Понял Давай удачу Жустрима Давай Братиш Давай Спасибо Спасибо Немножко Перекачаюсь На 800 Все Гоу реген Серьезно Все Есть реген Можно поесть Регены есть Можно поесть 100 100 Хп Осталось Ну да Сонстрайк Куча Подразумевал Я такой Исход Дайте Химику Радик Плэйс Химику Дайте Радик Ребят Не душите Пацана Дайте Пацану Сделать Радик Я буду не спушить Пак кстати Молодец Не разочарован В паке Красавчик Спросил мид Я спросил Уверен Да Я мид Хорошо Брось Иди играй Запросы Вообще Без вопросов То есть Мне главное Было Спросить А вот Тут Фрифраг Хорошо Эй ну дайте мне Ну серьезно Подпышничники Хочу от алхимика Радик Как можно скорее Гоуайтстон Купим сейчас Хороший шторм Его можно Его опять Не ну Хочу ему Дать Радик Радик Ребят Потому что С радиком Я буду Быстрее Фармить Там тоже Будет Монетка Доступна Бафом Типа Это будет Оверкруто 11 левел Радиенс Типа Я буду Запускать Иллюзию Репликейтович В наш лес Страшно Типа Спасибо Спасибо Химику Дайте Пофармить Ребят Дайте Химику Пофармить Он хочет Быть богачом Он сам По себе Фидит 0 1 4 Дайте Пофармить Ему Пустите Каеву В лесок Поднять Свой Радиенс Он хочет Пофармить Тоже С Радиенс От Репликейта Отлично Как обычно Несу Какой-то Дичь Но Чтобы Вам Было Не скучно Ребят Смотреть Такую Буду Рад Ребят Подписывайтесь На канал Ставьте Лайк С вами Хеназис Пишу Гайды Уже Написал Около 60 Не знаю Сколько Там Гайдов Ребят Смотрите Сами Гайды Выходит Стабильничком Репликейт Обязательно Гайды Стабильничком Выходит Дайте Ему Дофармить Я вас Умоляю Хватит Хватит Пожалуйста Так Ну буду Стилить Тут Буду Стилить Ребят Ну Нужен Тоже Кушать Что-то Ну реально Мы Типа Омним Все Ой Начинается Там Файт Отличный Метеор От Инвокера Бара Дает Чаршин У нас Отличный Тут От Кускара Армлет Пытается Жить Добивает У нас Тут Акс Бежит Тут У нас Парень На паке Врывается Дает Сайленс Поставил Дримкоил И в принципе Минус Пять Жесть Ну Типа Боюсь Это Сейчас Будет 15 Минута Эгг Так Не Пойдет Так Не Пойдет Ребят Дайте Алхимику Блин На фарме Радиенс Ребят Дайте Алхимику Радиенс Рикимару Хотел Подойти Добить Хотел Подойти Добить Да блин Откуда Вы знаете Все мои Фейки Типа Че за Фигня Ребят Так Только Не надо ФФ Тут Не надо Писать Пожалуйста В Этериал Можно В Линку Сразу Типа Этериал Че Хотите Дай Блин Дай Этому Бару По лесу Входит Просто Такой Знать Ну Пьяненький Здорово Браво Здорово Не поздравился Пожалуйста Ани Души чего у тебя третий уровень, брат ах, я понял чайбара чайбара, хотел написать свой, так он же дурачок по 3 порчи что я такое никогда не буду делать, ребята, подставные такие игры, я не уважаю но зато у них сейчас поднимется экономика это радует, пусть алхимик подфармит отобьешь? Ой, молодец отобьешь еще одно? будешь топовым Ну чё-то лох какой-то. Не, ну вот это по-любому добьёшь, будешь красавчиком. Позор умер. Отлично. Хорошо. Дайте алхимику, блин, на фарме тротец. Я даже алхимику тут, ну, буду сторону подпушить специально. Я хочу пофармить тоже с Роденца. Это круто. Алхимика опять убиваю, да хватит. Саккард есть. Отлично. Молодец, алхимос, давай, я в тебя верю. Убивайте Рики. Ой, хорош, Акскуртанус. Ну там Пакс заберёт его. У Акса Дайгер, кстати. Так, ну-ка, ребят, гоу, отведёмся. Настя себе тут настакал, да? Сначала лохаповых таких вот, ну. Убиваем, чтобы дэмэдж снизить. Кстати, можно через гибрида поиграть. Не хотите? Я думаю, вам будет интересно. Чё у нас тут есть? В принципе, ничего интересного-то нет, ребят. Был бы пуш. Можно было бы через гибрида бахнуть. А так, в Этериал. Типа Этериал. Можно лимпку сделать, просто ставить в лесу. Кидать свои репликейты. Блокер молодец всеми, ну, всеми способами пытается это камбэкнуть. Я просто, ну, реально. Смотрю за их игрой, пацаны. Пытаются, хотят, хотят. Но Этериал хочу. Почти есть. Почти есть. 300 копеек. Типа одна пачка крипов. Где Родиенс есть? Ребят, дайте ему Родиенс купить, пожалуйста. Я его сумалял уже 18 минут. Ребят, никогда не делайте так, как Алхимик, потому что... Потому что, видите, он пытается тупо зарашить свой Армалет, Сакрит. Нет, это неправильно. Неправильно тем, что... Боже, умирает, да, он там? Это неправильно тем, что вы в профите взять, блин. Боже, просто огнет. Огнет. В профите намного профитнее взять... Божечки, куда я иду? Взять в профите намного Армалет. И вы будете выживаемее. Плюс при этом вы будете фармить быстрее. Будете фармить быстрее, ребят. То есть, сами подумайте. У него бы был бы, если бы он сделал Армалет на... Ну, с таким фармом, в принципе, у него было 2600 на 6-ой минуте. Ну, где-то 2... Ну, на 7-ой, на 8-ой минуте 2600 у него точно было. Соответственно, пренебрегать покупкой Армалета я бы не советовал. Так выиграть, тем более, там, ганг у нас, ганг-отряды, Хускары всякие, Рикимару. Ну, типа, стопроцентно нужно было бы, как бы, думать головой и покупать. Нет, ну, чё там, когда... Бро, бро, ну, пожалуйста, Химосик. Химосик, брат. Есть у тебя там кнопочка? Расскажи историю. Погнали мы фармить. Только он купит сейчас роденцы. Погнали фармить, ребят. Это будет ржачно. Да, блин, как ржачно. Есть? Есть, ребят, надо бежать. Есть. Так, два, один. Отлично. Смотрите, как все сходится. Смотрите, как все сходится. Где там Химосик? Можно Химосика найти? Я его убивать даже... О, бро, давай. Нет. Накажу инвокера за это. Часто инвокера за это наказал. Ну, блин, гоу. Вот так вот сделаем. А почему нет? Мы же можем. Мы умеем. Надо, чтобы Химик... Блин, раньше до Фикса, типа, это вообще тема. Классно. До Фикса как было? Фикс какой сделали? А иллюзия теперь не может регениться. Помните, можно было иллюзии просто на базу направить, алхимика и убивать. Я так убивал не один раз. То есть я брал иллюзиями, зажимал вот тут, вот, типа, убивал. Они регениться, им пофиг. А сейчас убрали вот эти регены, и, к сожалению, ну, блин, такое. Без регенов, конечно, такое. Есть тордец, есть сапог. Это очень, очень хорошо. Репликает через 26 секунд. Вот через 26 секунд я поставлю. Убивают. Просто убивают. Убивают, пацана. В принципе, тут уже сейчас можно закончить. Просто собраться в пятером и заувнить. Но я хочу им на радиенцам погонять. Я думаю, вам тоже это будет приятно. То есть, знаете, такое расслабление для глаз. Не только расслабление для булочек, а именно для глаз. Расслабление для глаз. И вам будет приятно. Если честно, катки такие, знаете, не сильно напряженные вышли. Вот прошлая катка была, она такая, знаете, она очень заряженная, была очень тяжелая. Но там, к сожалению, бузанули, потому что, ну, реально, никто нихрена не делает. О, убейте куск, плиз. Молодцы. Молодцы, лучшие. Молодцы. Пацаны, я фармлю, не мешайте. Ну, что, даешь? Или нафиг идешь? Ну, закайтил, заивейдил. Монстер-бил. Где я нашел химосик? Ультуй, брат. Ой-ей. Кажись, гг. Эх, ну, не регенится. Простанет. Печалька там. Не регенится вся эта тема. ТВ. ТВ-ляшка, гол. ТВ-ляшка. Да бэй, химик, да бэй, на тебя плевух. Полторы секунви стана. убили шторм хорошо сейчас надо тактический фит применять чтобы игра приняла такой оборот знаете более изысканных изысканных сортов дерьма осуждаю ну смотрите сидит ребята по тарам алхимик живет носу на лох и кайна прилетает на мадагонный блокер разбегает дает бласт хороший но нету никакого больше вижу на реки маркс жилья реки марок уходит он весь у нас паку дают орбурган он бы попадает на все ли никакие действия тут это приводит варку сбивается сразу понимает у нас парень на подписники чечнике что там вард стоит соответственно сожалению вард приказал доложить у нас есть еще пару ибо вардов которые ставят дядя здесь соответственно вот он один и этот вартак репликейт почти есть репликейт почти есть представляете насколько было круто репликейт создавать когда она регенилась иллюзия ребят на самом деле я могу уже игру закончить спокойно просто собраться с ребятами в пятером и просто пойти закончить но так же блин интересно хочется иллюзии чем там побегать наш алхимик иными братишки так что ребят кстати зацените какое качество картинки вообще в принципе она немного поменялся под настроил немного abs стал более высокий фпс и соответственно ну картинка должна быть ваш пе бомбе зная жаль только на стримах такое умрет ну догона до 100 коза пока до его огня просто я хочу репликейт за боже заре какая жирная жирная что-то как дурочки каста послевали осудительно рассудительно ладно пойдет ребят мы больше наверно каточек не буду записывать эту сейчас каточку быстренько пронесем я уважаю каждому то есть хочется показать им это прикольный контент поэтому я сейчас охочусь за алхимика чтобы дать ему реплику подать ему реплику вон он алхимик полторы тысячи рейнджа будет ультовать ульт да все отходим отходим я на б ребят я сделал свою задачу правда жалко он не регенится но типа у него есть фарм спелл сейчас которым мы будем пользоваться наконец-то я спустя миллион лет до нашей эры взял таки имбо способность смотрите 15 золотишко 18 золотишко 24 фармин я у мамы фармер как говорится фермер мамки я фермер с алхимика роденца фермер 33 есть можно поесть ребят здесь ребятки под фермер немного так и живем до 500 есть фармер с помощью алхимика гайд как фармить на алхимике а чё у нас из гибрида есть ничего интересного не будет только хилка от хускара и все хватит его огнить слушай блин я тоже могу так огни типа ну реально жестко по колдаун и ну блин мне неинтересно я хочу ну типа блин показать насколько это круто со способностью с монетой фармить типа но монет это имба типа вы понимаете насколько это круто мы берем репликать на минуту и мы можем пачку крипов просто допустим зафармить я тут уже урбовать ты мне просто рецепт принесешь потом линка от кого-то тоже от того же потух ангера 3 секунды химик рез и поехали пока поймали и качка спасай пока мама надо качка спасай вообще на ези ушел просто радиенс подсбил подсбил радиенсом этот акса спел даггер акса он не смог заагрить все не парись есть линка есть эйтерио айтемы с прошлой карте не сильно поменялись только тут вардики берем и надо уже наверно подбивать им немного лица потому что типа ну я смотрю мы так на месте стоим чё-то не великий роберт приветствую тебя брат видишь это на гайде молодчинка чтобы роберт не обижался написал ему потому что роберту не ответить невозможно ребят что роберт это хороший человек хороший якут хороший якут так сказать у паша слив просто бис приведу слили просто моего репликейта соцрика у меня хп убегает хорошая руна дальше 10 секунд кд вы даже под таврж сбежать могу в лакер не даст уже слушайте а на самом деле если это молоке рука стану вроде не такой рукасты типа будет логинги очень плотно выяснили потому что это будет постоянно в ветрах кружится моя жесткая витрина поломанная ну блин иллюзия конечно реплика конечно умирает жестко нашего химика химик сколько раз один сразу же на фиде не дают химику так свои воспользоваться своей топовой топовой стрижкой по низу я пойду по низу я пойду и свою жизнь я тут найду так начинается у нас тут метеор бласты хускар живет и тычкуется там убивает там на кропале ах посмотрите как это жестко выглядит страшно вырубай страшно вырубая ребят личненько чем из живой чем из-то блин взять будут реплику 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 чем слов идет прям как как идет прям зная гу возьмем реплику и дадим ему шапалаха хорошо просто шотинг шутинг старт и 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 он не сдается смотрите типа но не 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 левает ничего он просто играет парень но он не получается вот он допустим учиться реально и молодец то есть он не левает он остается а я тут смотрите что делаю я просто мамкин аферист Манкин аферист Денежки капают Вот посередине такой просто драконозавр стоит Денежки капают Все хорошо Единственное, можно, знаете, как прогуляться Вот, типа, оно вот такое Драконозавр 10 секунд Найс, ну, типа, классно Я себя чувствую уникально, когда вот так делаю Перекачка, конечно, срочно Умру? Могу умереть от сострайка сейчас, реально Не умер Вы видели, как перекачка, ну, типа, спасает жопу все равно В любом случае Прям ваш перья Ой, не то купил Похрен Гоу, в HP Гоу, в HP Смотрите, как они там Вы представляете, это тот самый алхимик, который не сдается И, как говорится, never back down Он делает triple kill Этот triple kill, возможно Ставит крест на наши катки Ставит крест на наши катки И мы говорим, ребят Это было нечто Мы проиграли как герои Спасибо алхимику за вина Алхимосика Блин, я надо, 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 ребят Хочу Быструю машину Кираса Я не дам тебе Кирасу, брат Хотя, если иллюзия будет с Кирасой Это не лишняя тема Не души Не души Не души Не души Смотрите, что делают, задрот Гоняют мне мою морфилуса иллюзию Такое Задушили Задушили Так, 4600 Скадим Скади Да, БКБ можно, в принципе, сделать Гоу, БКБ Дамеджа хватает Можно Скади сделать Нужно БКБ Типа, надо овнить начинать Гоу Гоу За овним кого-нибудь Смотрите, triple kill уже делают Типа, может, хватит реально играться Начнем овнить Хотя бы одну сторону с пушем А что, реально, давайте Поехали Хотя бы одну сторону Хотя бы одну сторону Пчел химик там бахнул, что ли Да, он бахнул А, нет Хорошо 5600 Скади Далее Можно будет Следующие айтемы сделать Хорошо Смотрите, сколько крипов Эта катка интересна Так подтягиваем ее 35 минут А же просто растяжки Такие Ну, я Приколюсь Если вам она понравится Эта игра Она реально прикольная Такая своеобразная Дебильная игра Называется АФК Просто АФК игра Ребят, ставьте лайк Подписывайтесь на канал Кто не подписан С вами Хинадис Учимся АФК фар Я просто стараюсь Как можно больше Показать вам силу Морфлинга То есть, сколько раз Меня могли убить Но я с такой жопы Выживал За счет того, что Успеваю нажать Одну кнопку Посмотрите, у меня 2200 хитпоинтов Перекачиваются 2000 хп У меня просто Смотрите Просто посмотрите 167 Ловкость Ловкость 167 Это мощно Слушайте Килинг спри Доминейт Это что? Что такое? Опа Это страшно, грубай Страшно, грубай Могли только что Убить меня Химик ппшется Вижен бы на химик Пусть и больно Больно Станик можно О, хилочка Отлично Кстати, от основного атрибута Сейчас смотрите Как меня будет выхиливать Смотрите, какой хил пошел От основного атрибута Не стоит убивать Выхилился на фул Все Что хотел парень Какого ягу Хорош Хилочка Кстати, вот именно Единственное Чем будет гибрид помогания Типа вот этой хилочкой Вы представляете Как меня выхилился? Ну, то есть я напоминаю 80% от основного атрибута Будет отхиливать вас Соответственно То, которое называется Inner Vitality Виталити Inner Vitality Я тут сильнее Мне кажется Я очень сильный Тут в этой Типа Команде И типа Я по-любому буду Его забирать Т-Х Вот так Сделаем А помните Времена Когда Астрал Этот же Этериум Он Не Ну, не только то, что Не то, что Он Он как бы Отправлял Не только Энеми В Астрал Так еще и вас Помните такую тему? А потом это пофиксили И это круто Это круто, ребят То есть Блин Не знаю Так, ну гоу Вот так вот Разницы особо не будет Тут типа 2000 хп Это уже страшно Блин 2000 хп Это уже страшно Я просто Дерусь Как Мужчина Гоу С этим Пацаном Как мужчина Подеремся Сатаник бы Сейчас, да, ребят? Сатаник бы Сейчас Зовет Успеет? Линка есть еще Просто Да Бабочку Бабочку, конечно О чем речь Конечно же Бабочка Бегу к вам 14 сек Сейчас еще Желательно Забрать Вот эту Пачку Крипов И бабочка Есть бабочка Хорошо, ребят Тпшусь Почти, ребят Для картиночки По-любому Бабочку Надо сделать Типа, ну реально Посмотрите Сейчас Посмотрите На мою ловкость На мой хитплейн Вы готовы, дети? Да, капитан Я вас не слышу Так, точно Капитан Кто Кто проживает На дне океана Серьезно? Немного перекачаемся Еще Живем Мансую Я на фу Перекачался Тут просто Сила морфлинга Оу Что ж такое Ну видели Просто Что можно делать На этом Персонаже Это еще Не 6 Слотов Типа Сейчас Сатаник До этой Кучи И Типа Это ГГ Реально Реконект Парень Надо отходить 1,5 Кхп Очень сильно Акс Перекрывает 600 урона Быложил Так Акс Идет Там и гоним У него Линка Насколько я знаю Но Инва в пике Инва в пике Боже Вы видели Сколько Дэмэджа С Этого Прилетает С Страйка Адаптива Вот так Сделаем С Адаптив Страйка Очень много Дэмэджа Влетает Пятеро Вот это уже Играем поинтереснее Они уже Могут Камбэй Реально Сейчас Расставим Вардики И поехали Будет Кул Дефолтные Точки Акс Тараска Вот так Вот Кираса Линку делает Походу Это еще Приколюха Может быть Ну блин Там кстати В инвизе Это постоянно Бегает Подпишник Уже У меня Смотрите У меня Просто 200 И 170 370 С руки Я Подпушиваю Нижнюю Линию Потому что Можно Тупо Подпушьте Все И Главное Химоса Сейчас Взять Эту Реплику Низ Просто Стоять Радиенцем Подпиливать Все Можно В принципе Боже Он до сих пор Ваншотится Представляете Просто Химос до сих пор Ваншотится Представьте 600 Дамеджа Типа Этериалом Это Это Очень Так Там Линка Блин Сдался Таким Химос На Фадакса Не встать На самом деле Ох Как это Жестко У меня Реплика Еще Живая На базу Слетаем Реплика Реплика Живая Это Хорошо 17 Секунд Я Обратно Баю Перекачиваемся Ладно За хп Следить Все Есть Такое Дело 9 Секунд Надо Тут Промикли Сейчас Все Хорошо 4 Секунды Еще Подфармить Успеть Ну Вы понимаете Это Классика Жанра На нем Блинка Была Что Жаль Без Манты Представляете Сколько урона С Манты Будет Они Пытались Они Пытались 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 Реплика Просто Сдохл Химик Мне нравится Субтитры сделал DimaTorzok Не уйдешь Ладно, ушел Так уж и быть Так уж и быть Химик ливнул так и сдался парень все же Конечно, я бы тоже уже давно ливнул Го, ребят, сатаник Каркиночки никто не отменял Красивые такие, знаете Ох, убивает Все накидал в полете Все накидал в полете Просто можно, ребят, все за вейвы успевать накидывать Все за вейвы успевать накидывать Вам понравится эта тема Так, найс, ребят, ну отличная картиночка Никто не, так сказать, не отменял отличных картиночек Ребят, специально для вас такая каточка на морфе Немного специально потянул, чтобы показать всю силу морфе Посмотрите на мои статы То есть это максимум, что можно видеть 700 демэджа с этериала И 700 демэджа со второго Не, ну ты нормальный Не У меня еще есть сатаник Можешь, смотри, как я умираю просто У меня с чего отхиливаться Яд очень сильный От чего я, собственно, сейчас умер? Неужели на мне до сих пор яд висел? Я, типа, думал сейчас как на скеле Типа, такой, знаете Не, 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 не пойдет, ребят Найс, ну типа, да выпендрился, что он называется Как это? Жесткая тема Да, боже, посмотрите, я просто не бью Перекачиваю, включил Боже, она, я просто отхиливаюсь, перекачиваюсь Да, это жестко Тир Такое Ребят, ну вот такая катка получилась у нас на морфинге Надеюсь, вам понравилась вот эта катка Если кто-то не подписан, обязательно подписывайтесь Потому что гайдики выходят стабильненько Стабильненько выходят гайды, ребят Два гайда в неделю я стараюсь для вас сделать Потому что сейчас работаю очень много, работаю в ночной смене И очень тяжело, очень тяжело И вот у меня даже Кент спит, он просто в офиге Просто посмотрите Он такой, блин, да ну нафиг Он запарил свои гайды писать Ребят Ребят, вообще всем спасибо Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Наберем хотя бы 500 лайков Потому что на гайдах очень редко набирают лайки Именно, ну, по 500, где-то по 700 лайков Ну, реально, очень редко Но просмотрики есть Спасибо вам за это, ребят Кто-то может поставить лайк Кто-то может подписаться, ребят Подписывайтесь на канал и будьте в теме Всем до скорого С вами был Азиас и поехали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!